МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова. Школа-студия Татьяны Овсянниковой. Room and Kitchen Bar. Салон красоты Персона. Медицинская клиника Саната. Центр психологии и йоги Гималайи. Аэрокомплекс Первушина. Модельное агентство Статус. Фотограф Илья Немков. Верёвочный парк Гамми. Квесты в реальности Квестгеймер. Психолог, семейный расстановщик Ренат Зинатулин. Женщины садятся на диету для того, чтобы сохранить фигуру. А некоторые, чтобы сохранить мужа. С вами Эля Масленникова. И Гузель Яникеева. И проект «Стройные и счастливые». 16 шагов к идеалу. Добрый день, Светлана. Я пригласила тебя в этот замечательный ресторан, потому что я безумно люблю японскую кухню. И вообще не представляю, как я раньше обходилась без роллов. У меня даже дети подсели на роллы. Это один из лучших ресторанов нашего города. Жаль, что тебе нельзя рис. А что Оля Хафизова вообще запрещает? Нет, там нельзя шлифованный. Шлифованный? А, ну я не знаю, как здесь шлифованный или какой. Поэтому рисковать не будем. Иначе мне Оля не простит этого. Как ты вообще попала на наш проект? Что тебя сюда подтолкнуло? Или кто тебя подтолкнул? Ну, попала я на этот проект, как показали видео с вашего проекта. По-моему, какую-то передачу была. Я тебе понравилась, и ты решила со мной пообедать в ресторане. Да. И я решила познакомиться со всеми, кого показывали на экране. Почувствовать себя звездой. Точно. Вот, как бы, тем более увидела, что там знакомых на экране, которых хорошо знаю людей. Это всегда подстегает. Ты думаешь, как так? Она похудеет, а я буду на ее фоне еще толще. Нет, 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 я должна сделать это раньше, чем она. Вот это примерно так. Ну и плюс, да, решила похудеть, думаю, под наблюдением. И с советами специалистов это будет быстрее и вернее, чем если бы я сама занималась. То есть, как бы, поэтому оставила свои контакты. И вы мне позвонили. Первый день у меня здесь, когда я пришла, был очень боевой, потому что вы были в веревочном парке. Я помню просто незабываемое начало. Я помню твои испуганные глаза, когда ты такая, что мне надо туда лезть. Будут тут испуганные глаза, конечно. Потому что я сама не рискнула. Вообще, начало было... Экстремальное. Экстремальное. Мне кажется, зато это сразу так в теме оказалось. Вообще, просто в полной. Приз еще после веревочного парка бонус был в Слимклабе. Это вообще как-то подстегнуло. Прямо с корабля на бал. Да, да, да. То есть, как бы, было очень интересно. Но самое главное, никто не испугался. Кроме нас с Гузеля, никто не испугался в веревочном парке. Все поднялись на эту высоту. Да. Но я была так приятно удивлена, потому что в моем понятии люди с лишним весом, это все-таки такие, не хочу никого обидеть, но более аморфные такие, которые предпочитают сидеть перед телевизором. Да, а тут такой экстрим. И главное, я, который впереди планеты всей, я там внизу, аплодирую вам. Да, дело, конечно. Как ты думаешь, какая основная причина лишнего веса у тебя? Ну, не знаю, наверное, то, что как бы мало движения в нашей жизни. Для кого-то, конечно, это лишний вес, а для кого-то это самый сок. Ну, да, возможно, но для меня, как бы, я считаю, что это лишний. Появились проблемы со здоровьем? Пока нет, но сказали, что могут появиться. Да. Все-таки самое лучшее – это профилактика. Да, лучше вначале предотвратить, чем потом лечить. Вот мое утро начинается с того, что я голая подхожу к зеркалу, так критически себя осматриваю, думаю, так, сегодня завтракаю. Хотя завтракаю независимо, потому что Ольга Хафизова приучила меня, так же, как и вас, питаться шесть раз в день. Война войной, обед по расписанию. Вот даже несмотря на то, что съемки, я не смогла удержаться от роллов. Ну, и какой здесь замечательный чай. Ну, должен же быть небольшой радости. Да. И вообще замечательный просто. Отличный чай. Просто потрясающий. Ни разу такой не пила. А расскажи мне, пожалуйста, как ты питалась раньше, до знакомства с нашим проектом и с Ольгой Хафизовой? Ну, как все, наверное, три раза в день. То есть утром я завтракала, но я завтракала всегда как бы сама. То есть как бы я просыпаюсь, я просто знаю, потому что я приду на работу, мне просто будет некогда времени перекусить. Поэтому я обязательно дома завтракала, поэтому получается обед, но и вечером с работы приходил какой-то легкий ужин. То есть я как бы не наедалась вечером тоже, но все равно как-то это не сильно помогало. Поэтому как бы не знаю, может, то, что несбалансированные были вот эти как бы обеды, завтраки, то ужин, все равно же как-то. Сейчас вот ешь, то есть я уже недолго как бы этим вроде питаюсь, всего недели две. А как-то ты уже привыкла, то есть и уже не хочется больше, то есть как бы порцию смотришь, и, господи, железо столько съедала. Значит, тебя не напрягает питаться шесть раз в день? У меня нет, я уже привыкла, как бы меня это даже устраивает, то есть как бы я знаю, что вот в это время как бы я поем. То есть и мне даже не хочется перекусывать. Не чувствуешь себя новорожденным ребенком? Ну, примерно, да. Это он дает грудь через каждые три часа, да? Да, 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 примерно. А как домашние относятся к тому, что вот у тебя все-таки своя кухня? У них своя кухня, холодильники, не два холодильника. А почему своя, как бы? Они питаются так же, как и ты? Ты тоже посадила на эту диету? Ну, я живу как бы с мамой, нет, я ее еще не посадила на эту диету, но примерно, то есть как бы мы едим одно и то же. То есть ей жареное, там, жирное тоже нельзя по состоянию здоровья. Поэтому, как бы, по идее, у нас и до этого было достаточно здоровое питание, то есть без жареного, без копченого, вот это вот все, как бы, все равно нельзя. Я, как бы, это не сильно любитель, поэтому... А сейчас единственное, что, ну, просто она, как бы, ест так же три раза в день, а ей почаще, и все. Надо и маму тоже приучить, ей 6 раз в день. Или боишься, что продуктов не хватит? Да нет, а что продуктов-то не хватит? То же самое, что она съедает три раза, так же раз в 6 разделить, это то же самое. Каждый порт, раздельем, две части. Да, а в день ничего не поменится. Мама останавливается, говоришь, мам, а это попозже, через два часа. Да, да. Начинаешь, миша. Примерно. Как бы, нет, никаких напрягов, ничего, то есть. А как ты относишься к фитнесу? Раньше ты занималась фитнесом? Да, я занималась, то есть, как бы, я ходила в фитнес-клуб, там, в тренажерный зал был, группа на занятия. Нет, достаточно часто, как бы, я ходила, пыталась. У меня был абонемент недалеко от работы, от дома, то есть, ну, удобно располагался такой небольшой фитнес-клуб. То есть, как бы, я где-то пыталась ходить, ну, старалась ходить 3-2 раза в неделю, то есть, как бы, ну, вот, что-то как-то, я не знаю, может, то, что с питанием немного неправильно у меня было построено, поэтому, как бы, сильно презентатов я не замечала. Ты считаешь проблемой только в питании, да? Нет, проблемой не только в питании, но, как бы, если не изменить питание, то, я думаю, сильно спортом, как бы, он не сильно поможет. То есть, все равно надо, как бы, все это согласовывать и все вместе должно быть. Да, конечно, это однозначно. Ну, что, Светлана, я очень рада, что ты в нашем проекте, я уверена, что ты дойдешь до финала и приглашай своих подруг, подтягивай свою маму. Почему нет? Мне кажется, вам нужно вдвоем поддерживать друг друга. Вот как Татьяна и Женя. У нас в проекте участвует Татьяна и Женя, это мама и дочка. Да, вот как раз мои знакомые, за которых я пришла в проект. И вот они друг друга всячески поддерживают. Когда Татьяна ленится, Женя ее подталкивает. Когда Женя ленится, Татьяна ее подталкивает. Поэтому, мне кажется, такой тандем, это будет очень хорошо. Ну, а сейчас я отправляю тебя на преображение, как и всех наших героинь. Ну, надеюсь, мы тебя не узнаем. Надеюсь, я тебя узнаю. А ты меня на работу завтра не пустят. Ничего страшного, повод поменять работу. Тебя ждет Татьяна Овсяникова. Кстати, мое утро всегда начинается в салоне Татьяны Овсяниковой, где Эльвира Агеева делает мне мейк, а Татьяна делает мне прическу. Здорово. Сейчас мы с тобой поедем в салон фэшн-студию Татьяны Овсяниковой. И я думаю, ты печалишься так же, как и я, и влюбишься в этот салон, и не захочешь больше нигде не укладываться, не делать мейк и так далее. Хорошо, давайте попробуем. Любая женщина может выглядеть на 10 лет моложе, просто это требует больше времени. В фэшн-студии Татьяны Овсяниковой можно ускорить этот процесс. Светлана, очень рада видеть вас у нас в студии. И сегодня я бы хотела вам предложить сделать стрижку намного короче, сделать короткую стрижку. Короткая стрижка актуальна всегда, когда она сделана согласно вашего стиля. Стиль написан в лице, и это можно передать стрижке в линиях и также в текстуре. И очень рада буду вам предложить новый вариант укладки, новый вариант стрижки, и тем самым подчеркнуть это окрашиванием, и вы станете дерзкой, знойной, интересной и привлекающей. Вы согласны? Ну, давайте попробуем, интересно прям. Я поменяю тебе стрижку, но для этого мне нужно будет изучить твою форму головы, потому что форма головы – это 90% успеха стрижки, потому что здесь ты понимаешь все моменты, нюансы, зона макушки, теменое, и это все я буду сейчас учитывать, когда я буду стричь тебя. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Итак, здравствуйте. Как здорово встретиться в зимний заснеженный день с такой замечательной нашей новой героиней Светланой. А так как зима, холод и хочется чего-то такого теплого и яркого, давайте устроим карнавал. Но это не будет в разноцветии теней или каких-то ярких румян, это будет какой-то легкий акцент. Я думаю, что мы это придумаем что-нибудь и посмотрим результат. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, не прошло и 30 минут, как наша героиня готова. Преобразилась, изменилась стрижка, окрашивание. И карнавал у нее в глазах. Яркий пронзительный желтый цвет теней. Посмотрим? Посмотрим, конечно. Поехали! Ну как вам? Пополдеть! Да? Вот так. Очень сногсимательно, конечно. Но непривычно. Поэтому мы и меняемся, поэтому мы находим что-то новое, новые образы, новые стили. Повторить бы еще потом этот образ. Не вопрос, обращайтесь. Яр всегда доступна. Фотограф Илья Немков Партнеры проекта. Стройные и счастливые 16 шагов к идеалу. Клуб Energy Fitness Фитнес нового поколения FitX Body Wellness Slim Club Специалист по коррекции пищевого поведения Ольга Хафизова Школа-студия Татьяны Овсянниковой Room and Kitchen Bar Салон красоты Персона Медицинская клиника Саната Центр психологии и йоги Гималайи Аэрокомплекс Первушина Модельное агентство Статус Фотограф Илья Немков Веревочный парк Габби Квесты в реальности Квест Геймер Психолог, семейный расстановщик Ренат Зинатулин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин